приветствую вас на канале цветом они сегодня у нас пятница новое поступление все как обычно неизменно разбирали сегодня и наличие и то что пришло в общем у нас учет забот хлопот много хотим все полностью обновить все фотографии сделать чтоб все было у нас по полочкам по каждому альбому марантовые так марантовые агланемы так агланемы и все остальное тоже все по отдельным альбомом вот это все делается не просто так скоро у нас вот я говорила уже будут изменения надеюсь в ближайшем времени технически это уже будет все возможно и мы вам все уже сможем открыто рассказать давайте начнем как обычно с этого края чтобы не откладывать в долгий ящик времени немножко сегодня постараюсь как-то быстренько уложиться замикулькас замикулькас за инди в четырнадцатом горшке шестерочки нет пока в предложении был как-то промелькнул но что-то очень дорого смысла не вижу уж проще тогда большой огромный взять горшок их две штуки никакая интересная раскрыва шечка получилась так из агланем что у нас есть конечно порадовали получается полтора недели назад новой агланемкой такой я в голландии еще не выкупала не брала название обязательно напишу при монтаже ну конечно красотка ухты даже еще детулька есть нет наверно не на всех это части поставлю на всех нет на одной только было но красота же красотища а здесь здесь тоже одна они нет 1 да очень красивый окрас кстати по главным у нас еще будет пробная закупка азия вот не знаю что там придет как придет очень сильно переживаю за эту закупку потому что с роидными немножко сложно в этом плане будем думать и смотреть что да как к нам придет это пока такой небольшой анонс что там будет я пока не буду говорить потому что все зависит от того что мы в каком состоянии к нам это доедет а это агланемка шла как фламинго помните как-то давным-давно наверное еще до переезда а может быть и в начале переезда но не меньше года точно прошло времени это где-то в зимний период времени было фламинго была у нас яркая розовая красотка один одно растение в горшке я хорошо что есть зеленые места но вы знаете хоть фламинго то фламинго но вот вот эти зеленые моменты напоминаю чем-то чина ретно чина на мой взгляд она более яркая красная а это прям розовая в общем не знаю и здесь не написано название конечно же вот поэтому нам остается только предполагать что это за агланема они конечно в этот раз совсем не дешевые это там уже за три это за две поэтому вот очень не очень но хочется же чего-то красиво правда и приходится выкупать и по более дорогой цене снова к нам супер вайт поступила давненько ее не было цена но по сравнению с тем что раньше было она подросла вот но сейчас все цены на главный мы почему-то прям скаканули не знаю с чем это связано может быть не в курсе что у нас почтовый сезон открылся и решили что ага раз летом можно как бы на этом заработать что еще у нас есть еще давно не было у нас агланем и кутлас как-то давным-давно я выкупала ее она была в миксе и стоила он там может быть пределах тысячи тут я его купила конкретно по сорту потому что в последнее время было много вопросов когда она поступит здесь получается 333 растения полноценных и детки сбоку еще вот эти вот точки роста есть вот такая красота ну конечно дороже там где-то может быть 1400 плюс минус еще из-за главным у нас спринг red крупномер из-за локазий как она мне нравится как она думала вот сейчас она не такая какая она вот у меня дома на стоит стоит она мне на южном балконе но под притянкой она не на прямых лучах и ей очень комфортно у нее новые листочки растут такие сразу а если получится я сфотографирую если конечно мне не ночью все будет даже если ночью может быть со вспышкой получится сфоткать они прям более розовые вырастают и нисколько не хуже прям вообще очень нравится она мне и она прям реально крупные прям здоровые листья спрашивали по одно время про нее в прошлый раз когда она была у нас она по заказу разошлась сейчас есть свободная поэтому кого интересует спрашивайте плюс еще один крупномер лечи red по-моему называется она примерно такая же как spring red но у нее отличие идет именно по цвету центральной жилки получается где у нас вот spring red да вот они вот они рядышком да здесь более розовая здесь более ярко насыщенной плюс ствол у нее прям такой с красна идет что касается деток давайте посмотрим потому что знаю любят поделить тут внутри четыре растения есть всем ли так давайте сверимся чтобы не обманывать ну в этот раз хорошо пришло до 3 растения то точно есть поэтому кто желает рассадить либо на продажу взять пожалуйста будет я думаю что не совсем худо вот и не сильно дорого деленки выйдут в личи здесь тоже 34 по остальным я не попал зубы из листочки травмировать примерно сейчас гляну но тоже тут вон видите густо так что хорошо конечно цена выросла но может быть это и компенсируется количеством растений в горшке не сказала про фикус фикус у нас название пропишу вот сейчас боюсь ошибиться в произношении он в семнадцатом горшке здесь три точки роста 3 веточки кстати мы все фотографии уже сегодня по новому привозу выставили я даже не успела на этой недельке в растение в пути альбом обновить просто оттуда все фотографии убрала в текущую закупку там тоже нужно прибираться кстати кто вну в контакте с в курсе как у нас дела с альбомами обстоят они наверное понимают к чему у нас этот учет бы потому что очень и очень много фотографий много альбомов и нам самим это уже надоело да то вот такой объем и хочется чтобы все было только актуально и вот пришлось сегодня прямо закрыть магазин на выдачу и прям только этим и заниматься целый день ну и плюс конечно новый привоз еще орхидейка название я смотрела сегодня как-то она там скртата и либо мальва вот не знаю точное название искала искала точное не нашла ну вот примерной картинки фотографии увидела и по ним уже написала название если кто-то точно знает напишите пожалуйста это один ствол если не ошибаюсь там уже кто-то в альбоме поставил комментарий заказом еще у нас есть ох ты вылазь и вылазь и вылазь вот красота какая смотрите какой объем воздушных корней хорошие листва блин шатается грунта мало вот бы сейчас ее пересадить хороший горшок корни прекрасная взяла только потому что она очень сильно похожа на легат это конечно не легат а знаете там же много всяких под видов по окрасу схожих на легат а это вот больше что-то на какой-то персик похож да как-то их там же подразделяют кто там занимается орхидейками поправьте меня пожалуйста может быть точное название есть ну вот я искала в интернете мне написали только персик и все пич до в два ствола прекрасно орхидейка 1650 плюс еще есть big leap под названием венецианский карнавал это точно помню потому что но к нам однажды поступал и был отдельно по сорту я прям его запомнила тоже в два ствола воздушные корни внутренние корни вот все видно светленько хорошая вполне себе очень даже я думаю что надо бы конечно полить но в дорогу мы не будем то есть если вдруг кто-то сразу забронирует на отправку мы и отправим если есть примеру за выходные не нее нет а то мы наверное польем так из орхидеи то у нас по моему все давайте пойдем дальше крокодил тут ситуация возникла спорные наверное так скажем фотографировали хороший перед отправкой куст вполне себе очень даже ничего вообще в принципе никаких сомнений не было по поводу него а пришел он с сухим грунтом полностью высохшим видимо в дороге и он выпил полностью всю влагу и листья начали во первых потеряли тургор начали увядать сушить я не знаю каким-то образом местами даже черные становятся поэтому вот мой миф о том что он прям совсем неприхотлив он меня тут разрушился по этому поводу я конечно очень расстроилась хотя вот вы знаете сколько бы у нас не было крокодилов они все более или больше или меньшей степени себя адекватно вели почему такая ситуация сложилась я не знаю у нас вообще с крокодилами всегда хорошая дружба была что случилось я так и до сих пор не могу понять в таких ситуациях когда растение отправлялось хорошее но в дороге там оно высохло к примеру да мы компенсации не делаем потому что растение было отправлено без каких-либо дефектов с нашей стороны фотографии тому подтверждение то есть мы вам отправляем фотографию это как подтверждение того что растение отправлено было хорошее замены мы никакие не делаем обвинять на нас в этом не надо если мы делаем какие-то замены только только в лучшую сторону потому что мы если видим какой-то дефект либо там какой-то серьезные ну там травма или еще что-то там подгнивает и какие-то моменты мы это не скрываем и показываем если клиента устраивает ну заменам соответственно мы это ложим если нет тогда вычитаем и как-то это дело все формируем новый заказ в общем грубо говоря так ну вот смотрю на маранту маранта на самом деле не скажу что прям какая-то особенно я думаю что во многих домах она есть распространенный сорт такой знаю точно что когда она взрослая становится ну такие прям крупные листья у нее вырастают и она прям коричневыми вот этими вот полосочками мазочками ярко яркой становится если я найду фотографию в интернете вот именно вот ее самого наилучшего окраса я обязательно добавлю вот получилось как не ответили произошел сбой системы и нам отправили 50 штук вот этой вот маранты уж как я сегодня ругалась не ругалась но на конечно списали ее вот ну там транспортные расходы не все равно остаются поэтому просто поделили эту стоимость расходов на количество штук то бишь 50 штук мы их девать будем я вообще не представляю мы тут конечно немножко поставили там вон целая коробулька у нас этих марант в общем мы выставили по самой дешевой цене под 250 рублей только транспортные расходы тут заложено и все то есть больше ничего здесь нету саму саму стоимость растений нам списали осталось только транспортная составляющая вот поэтому кому интересно пожалуйста можем вам предложить у нас их прям много далее у нас маранта фэнтези и и другое название я пропишу раз какой-нибудь ближайший кустик тут добавлю покажу ой красивые какие крупные как она мне нравится знали бы в она так растет хорошо неприхотливая укореняется прекрасной крупные такие листочки если у вас они мельчают это значит что им не хватает питание вытянулись скорее вот эти вот колено да вот эти вот колено они растут 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 она становится большим кустом и тем самым получается у дальних листочков до у которой прям ну там совсем далеко к примеру да у них не хватает питания либо их ставят на опору вот как феводендроны до чтобы они укоренялись к камху корешочками перерастали и питались от мха влагой и тем самым не становились крупнее тут конечно просто шикарный экземпляр прям попался мне в руки очень красивый окраска просто невероятная такая мозаика немножко даже завораживает меня дома она немного не такая она более вот такими вот пятнышками идет коричневыми а тут прямо на совсем совсем светлая и крупная а это вот только начальная стадия разворота листа в дальнейшем она становится вот такой полосатой как зёбра как говорит у меня дочка так дальше смотрим что у нас есть новым филдендрон бородавчатый тут меня как-то поправили чуб бородавчатый бородавчатый у него другого названия нет у него есть конечно другое название его на английском языке пропишу вам если это принципиально важно конечно я это дело все напишу цена немного снизилась на него точно так же как и на шизматоглотис воличи вот он такой вот точно такой же пышный выкупила в довесок потому что надо было лимит как-то израсходовать и в последний момент взяла потому что он был дешевле чем в прошлый раз цену мы снизили на него он был где-то около полутора сейчас стал ближе 1400 может быть с копейками не намного но дешевле он неприхотливый поэтому общем то мы его оставили так что что же дальше вот там вот далеко красотка лаутербехиана алаказия небо как-то и и конечно сейчас достать попробовать после паузы после паузы показываем алаказию очень крупный огромный лист пришел я конечно видела ее в крупных экземплярах ну вот чтобы вот она до такой степени было большое это конечно для меня открытие это временное явление когда она на бок повернута на просто так слежалась коробки они обычно потом встают это нормально надо просто какую-то опору сейчас наверно дать чтобы они немножко к свету подниматься стали это все нужно в течение какого-то времени исправлять увы и ах это издержки голландской доставки в коробках в телегах слишком дорого поэтому мы не возим ими плотные такие красота недорого семнадцатом горшке тут даже по ходу детка что ли есть или это молоденький лист ощущение что детка в пределах 1400 1380 что ли я считала им прайс уже готовы кстати я их когда видео выставлю сразу под фото в группе вконтакте их добавлю так давайте по порядку чтобы ничего мне не забыть малыши карандаши красота красотичная это у нас хойка она была под названием как-то ой не соврать бы вот я напишу по факту когда я выкупала мне казалось что она очень похожа на вертицелату а вертицелата у нас как-то была в 12 горшке она была ближе к 2000 то есть полный горшок был там не знаю сколько веток может точно так же три или четыре может пять не не вспомню сейчас обманывать не хочу но в общем красотка то еще и надо вся распродалась и куда я увидела ее в предложении к выкупу я подумал что наверное вот такой вот сорт нам нужен вот в таком размере и она в пределах 1000 рублей очень даже недорого для этого сорта и если вот поделить примеру три растения очень даже неплохо выходит поэтому ставим палец вверх вот этому растению на очень нравится и она не прихотлива по крайней мере у меня растет нормально даже если чуть-чуть пропустишь полив ничего с ней не происходит чуть-чуть листочки тоньше становится потом поливаешь на снова наполняется влагой и становится такой же плотненько толстенькой гастерии две штучки с детками она в предложении была как варегата но вот это явно не варегата какая-то там ну не знаю я ее часто видела в закупках это у нас прострата пепперомия 1 ее спрашивали в прошлые разы много человек и вот только сейчас она пришла и сейчас я даже уже не помню и не знаю у кого-то актуально сейчас напишите пожалуйста в в личку в группу в контакте либо либо на вот-сапы кстати у нас поменяется ну то есть как бы не поменяется номера то все останутся всех кто тут у нас есть нашей команде до в коллективе и у лисе и у карины у лены и у меня номера остаются те же самые просто у нас появляется один еще общий номер и будет новый аппарат и надеюсь что в понедельник уже нам доставят его то есть понедельника можно будет уже на новый номер нам на ватсап писать то есть я вот выходные сейчас и в прошлые в эти выходные планирую сейчас снова уехать к родителям поэтому не всегда бываю на связи а если бы вы например писали бы на ватсап в вот по новому номеру то сейчас мы пока не работаю потому что нет у нас телефона до этого по которому можно было бы принять то есть симку то я уже оформила номер телефона уже есть он очень похож с моим номером телефона то есть у меня 722 03 06 а там будет 702 03 06 то есть разница в одну цифру и как бы не запомнить будет легко вот поэтому с понедельника я обязательно напишу в группе вконтакте об этом еще пост отдельный поэтому вот таким образом у нас будет сейчас отдельный рабочий телефон кому надо запишите кому не надо можете просто пролистнуть и не заморачиваться над этим вопросом вот просто знаю что есть люди которые просто смотрят цветочки нравятся им не заказывают но вот любуются я в принципе для этого канала и дело для того чтобы просто показать у меня не было цели там собирать какие-то заявки это конечно это неплохо и очень даже нравится нам потому что немаленькое количество людей из ютуба к нам приходит поэтому как в дальнейшем выход да это хорошо изначально цель была просто не подруга сказала света что ты видео снимаешь контакте выставляешь ты выставь на youtube там же больше людей там же больше новых людей к тебе будут приходить смотреть просто даже просмотры какие-то будут новые лица это тоже очень интересно важно новые отзывы и так далее то есть это все сделано не для того чтобы там знаете там собрать кучу заказов просто чтобы показать цветочки для тех людей которые заказывают на за группе чтобы они понимали какой привоз фотография в альбоме это одно да там фотография при отправке это тоже другое ну то есть как бы есть разница между ними а когда ты снимаешь видео это уже немножко другом во первых сравнение в размерах габаритах и вообще окраски какие пришли сколько их по количеству и какие-то нюансы моменты еще что-то новости какие-то все это будет на видео более как сказать правильно не то чтобы более понятно наверное да то есть чтобы я поделилась информации новой какой-то не писать отдельным постом соответственно те люди которые с ютуба сейчас заказываю тоже были в курсе вот надеюсь сейчас в скором времени это все дело объединить в одно что-то чем посмотрим крестатный кактус еще один там был желтыми колючками со светлыми колючками название у него другое совсем встречи тут конечно он такой у форме варегата нарисовано но такой прям обман нет на самом деле по цене это именно соразмерно вот с этим крестатным кактусом очень кстати классный и даже не думала что он такой может быть прикольно основание вот это вот когда он растет вот это вода серединка не то чтобы вот он так как смотрится а именно сверху он для меня каким-то более интересно показался далее куда мы тебя поставим вот я же ее показал он не сказал это же их и вере да и она была с другим названием по факту она пришла такая же какие как это вот опять вылетела все из головы похитом до в прошлый раз было похитом red или как он там был в общем напишу тоже при монтаже в другим названием было и фотография была совсем другая пришел вот он же пусть и пересортно в принципе я не расстроилась не показала я каменная роза всему премум как он правильно там называется произнести не ошибиться бы увидела в закупке недорогой там что 350 рублей по итогу выходит но такое прикольно мне интересно было посмотреть какой он живой будет во первых когда приходит микс разбирает сразу все вот эти цветные да а я решила дай-ка сразу все цветные возьму и тем более такой необычные да конечно вообще какая-то вообще не знаю что вот что что это как ее назвать очень необычное и цветение и количество и цена ну в общем огонь все мне очень понравилось так фикусы джессинг их у меня спрашивали долгое время они были в двенадцатом горшке и довольно дорого где-то ближе к полутора и я говорила что я к сожалению пока выкупать такое не могу давайте дождемся когда будет акция хотя бы на небольшой размер и принципе со мной согласились потом еще кто-то мне написал еще еще думаю пора наверно уже в пара и как раз тот момент как будто меня там сверху тут услышал сколь света на держит ты хотела получай в общем-то я выкупила их тут получается 16 или 18 штук должно быть может 14 нет наверно 16 все-таки или 12 не суть важная все пропишу это при монтаже наверное напишу количество это неважно количество будет в группе прописано факт в том что сам по себе классным грунт сухой не сильно сырой пришел по крайней мере не не мокрый будет то есть для отправок самое то кому интересен спрашивайте цена относительно того что было раньше на недорогая афилиандра помню в последний раз когда она была нее купили потом после этого такой знаете часто бывает как растение стоит стоит вроде никому не надо потом хоп его купили разобрали потом через некоторое время какой-то дикий спрос появляется на него а его уже нет закупки и вот спустя какое-то время на наверное месяц месяц может быть там две-три недели прошло она снова появилась именно вот чтобы разово и недорого было да там две штучки я взяла и она пришла я хочу сказать что она пришла какая-то совсем белая-белая вот так вот даже посмотрите на прям такая белая-белая она называется white wash ли ваш пишу название и общем очень красивая вот да вот если разбавить с какой-нибудь зеленью например да в интерьере очень бы красиво бы смотрелось снова пришла колотая дотти хочу сказать что долгое время не было и и она была потом появилась но было где-то полторы тысячи тут такой резкий скачок был и она стала дешевле там 1200 если не ошибаюсь в общем она вот в таком ценовом диапазоне думал пока она вроде недорого надо бы наверное и взять такие дела так и вот я говорила на прошлом видео про спрагус мэйра вот он пожалуйста 2 горшка к нам пришло довольно пышные такие прикольные мягкие колючки колючки но не мягкие ощущение что приятное и еще вот спрагус такой я сейчас забываю его название я прошлый раз написал он тоже был в общем красота сансевьерия помните была сансевьерия в девятом или десятом горшке как на торч называется и она была одно растение в горшке она была крупная тут я увидела по акции на кашина сыровата если на отправку то наверное лучше снимать и отправлять без без грунта да потому что она сыровата и может запреть здесь вот я вижу три точки роста ну наверное они по всем тут тоже три недорого поэтому поэтому много и взяла там 18 штук в палетке было в предложении то есть разом чтобы всем хватило снова хоя австралийс лиза здесь три точки роста в предложении нам было относительно недорого где-то может быть 1300 может чуть дешевле 1200 и уже сейчас цены точно не могу сказать потому что все это было с не в сумбуре считала что вспомнила примерно какой-то ценовой диапазон я говорю сразу так и вот эту красоту я давно давно ловила это что я видела что в группах в других он появлялся чтобы мне вот так взять повезло я взяли выкупила но очень долго не не получалось и тут хоп бах бах и я так опять же все ночью было увидела думаю вот повезло так повезло стефанотис мадагаскарская лиана еще называют в регатный простая эта форма она была и где-то вот весной не очень дорого а вот именно вот в регатный его нужно поймать то есть это вообще такая ну редкость считается ароматный даже вот я сейчас здесь стою я уже чувствую как он цветет прямо бельно очень красиво очень не нравится у меня дома роз какое-то время рос рос а потом там у меня высох я его не успела полить я очень сильно пожалела об этом но мне очень сильно нравится очень классным его вот если поставить на фитиль мне кажется он очень сильно будет радоваться этому и давать новые ростики смотрела где-то я на вид и ну давно это было и там вот маленькие между узле да вот эти вот узелочки назовем их тогда как у хоек они прям продавались что-то по 500 рублей за один узел сейчас конечно не знаю посмотрю что сейчас вообще продают предлагают на вид именно по в регатному стефанотису если получится напишу при монтаже а так конечно мне кажется он прям ценится по крайней мере мне он нравится не знаю как другим может быть у кого-то он уже есть и уже растет как он в домашних условиях хорошо цветет или нет потому что он у меня довольно долго примерно с полгода стоял сначала адаптировался потом скидывал листу потом заново растил все было замечательно а потом что-то приболело и в общем не было возможности полить хоп и он высох то есть вот с ним надо осторожно в плане полива поэтому лучше ставить на фитиль сразу предупреждение такое гигантская сенсация конечно не самое огромное из того что было да но она в принципе точно такая же тут два растения в горшке до сенсации всегда так и идут тоже на один бок она вот так получилось что слежалась цветение крупные листочки тоже классная плотная и вот юбочка то вот это вот как раз таки есть спрашивали у меня ее под заказ я вышлю фотографию если соустроить то конечно же отдам здесь у нас пришел снова декоративно-лиственный антуриум с этими ягодками с цветочками да вообще прекрасное какое-то милейшее создание вот из антуриума декоративно-лиственных вот именно с цветением это наверное самое прикольное что я видела фиолетовые вот эти вот пусть будут ягодки листочки они похожи на шерцера чем-то здесь их много я вижу четыре точки роста и по цене он такой же как в прошлый раз там 1800 по моему 50 если разделить стоимость на количество растений то это очень даже неплохо выходит дождались именно то что хотели помните в прошлый раз был фламинго раньше потом мне писали что это не он он больше похож на небраска или какой-то там еще был делиться я по-моему назывался а тут вот мне менеджер написала что вроде вот вы хотели зеленцой вам надо игру да да нам надо и конечно он дороже в прошлый раз тот который вы купали он был относительно недорогой до 2000 рублей то этот уже за 2000 рублей превысил и очень он прекрасный редкий сорт как оказалось потом мне уже написали что его достать очень сложно и вот видимо его садовник голландии нарастил столько что он доехал и до нас наконец по поводу где так давай сейчас заглянем в горшок постараюсь мира ухты уху я почему-то думал что там будет 23 а здесь прям битком круто ну то есть не зря они там 2000 стоят класс грунт не сырой ну такой он влажный но не не хлюпает ничего блин ну супер я вообще рада вот стоит в центре а я про нее чуть не забыла это дефенбахи рефлектор какое-то время ее в миксах привозила потом хоп и и и не стала видела в других группах их привозили и по сорту тут я выкупила дороже чем обычно она бывает но я понадеялась на то что она прям ну для меня это как интересно дефенбахи с красивым окрасами ну считаю ее одной из редких мы прям не супер прям прям раритет но ее не так часто предлагают садовники поэтому я ее так прошлые разы было два растения в горшке тут 34 наверное поэтому и цена тут и дороже выходит до этого было где-то 1800 примеру да тут и сейчас за 2000 рублей перевалила она так вот я еще не показала вам пепперомию пепперомия сакрофила даже с названием написано до этого у нас приходила макулата зеленым листом и я рассказывала про вот как раз вот эту серебристую да теперь наоборот пришла вот серебристая я рассказываю про зеленую здесь два растения в горшке ну даже вон отводка какая-то как будто бы тут раздвоение идет по стволу ну прикольно здесь 15 горшок крупнейшая пепперомия одна из крупных пепперомий что я знаю давайте пройдемся все ли я рассказала ничего бы не забыть ну конечно глаша меня порадовали очень я вообще в восторге от них до орхидейки тоже классные все здорово спасибо большое что смотрите нас что не забываете подписывайтесь на канал что ждете уведомления пишут когда же очередная серия выйдет если там задерживаю например не в субботу выходит видео в пятницу ой в воскресенье или там в понедельник редко бывает меня уже теряют уже пишут света когда будет видео когда когда ну то есть это вообще здорово и очень сильно радует что то что мы делаем это кому-то кроме нас еще надо на этом наверное все всем спасибо за просмотр ставим палец вверх подписываемся на канал ставим уведомления чтобы не пропустить следующее видео пока пока